19 том книги открытым оком вопрос номер 3305 тема община много писали об энергетике мест вещей и что особенно ощущаешь ее если стоять посередине храма прямо под куполом под крестом или приложиться к намоленной мироточивой иконе что это такое если у вас такое в общине отвечает игнатий тихонович лапкин такого слова энергетика понятно нет в библии но если применить к слову электричество энергия то это и научно можно доказать что есть но вы-то иное имеете ввиду что есть ли некое неземного происхождения энергия нетварная о чем григорий палама пишет вещах может быть когда господь блюдет за благоговейным отношением к своему имени вторая книга царств 6 глава 6 7 стихи и когда дошли до гумна нахонова о за простер руку свою ковчегу божию и взялся за него ибо волы наклонили его но господь прогневался на озу и поразил его бог там же за дерзновение и умер он там у ковчега божия первая книга царств 6 глава 19 стих и поразил он жителей вевса миса за то что они заглядывали в ковчег господа и убил из народа пятьдесят тысяч семьсот человек и заплатить и заплакал народ ибо поразил господь народ поражением великим иногда само место как бы от очерчено и за этой чертой как бы миллионы вольт убивают человека не подходи книга чисел 3 глава 4 стих надав и авиуд умерли пред лицом господа когда они принесли огонь чуждые пред лицо господа в пустыне синайской книга бытие 28 28 глава 17 стих и убоялся и сказал как страшно сие место это не иное что как дом божий это врата небесная книга левит 6 глава 27 стих все что прикоснется к мясу ее осветиться книга исход 29 глава 37 стих 7 дней очищай жертвенник и освети его и будет жертвенник святыня великая все прикасающиеся к жертвеннику осветиться все прикасающиеся к жертвеннику осветиться если кто будет возражать что так было только ветхом завете ввиду немощи иудейской то нужно прочесть о подобном и в новом завете книга деяния апостольских 19 глава 11 12 стихи бог же сотворил немало чудес руками павла так что на больных возлагали платки и опоясание с тела его и у них прекращались болезни и злые духи выходили из них особая сила была в словах святых особенно на лжецов деяния 5 5 глава 5 стих услышав сие слова она не опал бездыханен и великий страх объял всех слышавших это у нас в трапезной на столе лежит священнические должно быть серебряный крест появление его у нас не совсем обычная однажды когда я сидел за опечатанием трудов златоуста вошел знакомый мой но никогда не бывший членом общины которой тогда еще и не было и попросил закрыть глаза что я и сделал когда я открыл глаза то оказалось что он надел на меня этот крест цепочкой зачем я же не священник узнаешь позже я убрал цепочку чтобы не было обвинения в похищении не принадлежащие мне чести вскоре меня арестовали а крест этот был у меня нательным пришлось прятать его под стельку сапога в кпз хотя крест не должен быть под ногами даже его изображение не должно быть попираемым но тут я никак по-другому не мог сделать ежедневно шли обыски но когда я оказался уже в тюрьме и принес его через пронес его через все шмоны обыски то в камере в пайки в пайке где торец черного кирпича хлеба отрезал ложкой корочку толщиной сантиметра два выскреп мякиш и наискосок заложил этот крест размочил мякиш и залепил сверху получилось что на вид это просто остаток пайки охранники брали в руки и возвращая но опасность была когда я увидел что следователя расположен то спросил его смог ли бы он вынести вещь запрещенную здесь и отдать жене он удивился и дал слово тогда я вынул из кармана этот замусоленный скорченный кусочек и переломил его от скреб крошки и передал пичугову виталия николаевичу следу следователю городской прокуратуры города барнаула это было в 1980 году в июне когда я вернулся домой после освобождения то крест этот уже висел на на балке палате на кухне на гвоздике за ушко креста следователь потом мне встречался не раз приходил на работу и мы с ним долго беседовали он говорил что принял крещение с полным погружением в научном городке этот крест остался целом и в сгоревшем доме где я жил на улице никитина 147 1 теперь он лежит в трапезной на столе на ползунова 6 и кому нужно берут его целуют и прикладывают к больным местам иногда дают его мне чтобы я приложил к ним но я того не делаю чтобы не было обвинения а так как кресту а так как кресту не запрещено прикладываться и его прикладывать может быть ищущие повода и здесь найдут обвинения второе послание коринфянам 11 глава 12 стих чтобы не дать повода ищущим повода дабы они чем хвалятся в том оказались такими же как и мы не знаю уже откуда но у меня осталось в памяти что будто бы этот крест от расстрелянного священника других видимых энергетических зон у нас не наблюдается да и зачем они если мы сами являемся детьми божиими его избранниками его достоянием у нас божья сила и защита псалом 16 стих 8 храни меня как зеницу ока в тени крыл твоих укрой меня книга про казахарий 2 2 глава 8 стих ибо касающийся вас касается зеницы ока его а вот тут есть о чем подумать если прочтете в книгах 15 15 16 том открытый оком об обращении 74 человек то поймете что это что это за община люди сознательно пришли ко кресту через святой евангелие через живую проповедь слова божия что я сейчас вам расскажу можете проверить не выходя из этой аудитории поговорить с людьми мы православные и потому без священника нам никак нельзя и епископ должен быть мы долго пытались найти того и другого и нам бог дал но попытки подготовить на всякий случай запасных священников ни к чему не привели так как пришельцы кем-то убивали все до одного отбрасываемые от общины как мария египетская от иконы просто вышвырнуты некой силой про иноков и инокинь и романахов и говорить нечего они выметаются да еще и со скандалом хотя мы им не даем ни малейшего повода к тому что они видели что хотели иметь они тут получили сполна и вдруг при более близком вхождении в общину делались как помешанные как будто сумма сумасшествие постигает их книга второзакония 28 глава 28 стих поразит тебя господь сумасшествием слепотою и оцепенением сердца священники попадают под запрещение как желтухин александр или как иеромонах нафана и усудников из нашей общины закатился в великую беду и какому-то кирику отрицающему любовь христову ко всем кроме себя самого якобы супер благодатно старостильного грека в которого уже монах стал верить больше чем в библию и во христа любящего есть у нас еще два дьякона и хотя оба уже из нашего гнезда ни один не ходит на благовестие и оба вряд ли останутся в общине и священниками у нас никогда не будут если не переменит их господь есть еще отец павел ермоленко из камня на обе этот ближе всех к общине он простой идет на благовестие потому добрые наши отношения сохраняются уже несколько лет даже епископ не стал нам ближе после этого лукавнейшего объединения с и иерочекистами из патриархии а вы говорите энергетика когда я рассказал это брату то мы много увеселились в господи благодаря его за великую милость к нам у нас народ очень добрый и лица братьев и сестер как подмечают все не только при встречах но и на фотографиях буквально светятся благодарение христу иисусу господу нашему послание титу 2 глава 14 стих который дал себя за нас чтобы избавить нас от всякого беззакония и очистить себе народ особенный ревностный к добрым делам послание к евреям 2 глава 1 стих посему мы должны быть особенно внимательны к слышанному чтобы не отпасть евангелие от луки 10 глава 19 стих все даю вам власть наступать на змей и скорпионов и на всю силу вражью и ничто не повредит вам книга пророка иеремии 31 глава 20 стих недорогой ли у меня сын ефрем нелюбимое ли дитя ибо как только говорю о нем всегда с любовью вспоминаю о нем внутренность моя возмущается за него умилосержусь над ним говорит господь как тяжело как больно видеть мне как до сих пор в житейской толкотне мертвец между живыми суетиться и на лице застывшим мертвеца в опустошенной тлением глазницы нет нет да и проглянет хитреца хитреца во все дела в любой земной вопрос мертвец сует свой заостренный нос и говорит решающее слово куда не пререкаемей живого на всех людей мертвец наводит страх он цепенит их леденящим взглядом и силу жизни славя на словах на деле трупным отравляет ядом а если кто почуяв запах тления вдруг вскрикнет стой ведь ты в могиле сгнил мертвец покажет уст удостоверение и в том что жив и полон свежих сил и быстро ткнет костяшка у перста по направлению к могильной яме мол поглядите убедитесь сами меня там нет могила то пуста чтоб казни трупа начисто чтоб козни трупа начисто пресечь нужны еще и зарядные усилия вот если бы нас всех объединили живые мысли и живая речь кугультинов по правилам по правилам по правилам